Здравствуйте, уважаемые мастера, меня зовут Баранова Ольга, я технопреподаватель компании Формула Профи. И сегодня мне хотелось бы рассказать вам об обновленной системе биокоррекции. Мы будем говорить про армирование натуральных ногтей, армирование с удлинением, с использованием фиброина. Система Royal French препараты уже не новая, очень популярны в нашей компании. И действительно являются идеальным вариантом, когда нам нужно укрепить натуральные ногти после снятия твердых материалов геля или акрила. И также просто укрепить ноготочки тонкие, либо воспользоваться основой корректором, как например выравнивающей базой под покрытие гель-лак. Работать мы будем вот на таком ноготке, на тренировочной руке. Работать будем в лампе. Вот такая лампа с тремя диодами. Достаточно мощная. И также нам понадобятся препараты, которые вы видите на экране. Первым делом подготовка совершенно стандартная, профи-преп и грунтовочная утрасцепка. Грунтовочная утрасцепка наносится только лишь на кончик ногтя. На нашей модели я сейчас этого делать не буду. Но естественно мы не забываем, что всегда поступаем именно таким образом. Готовим наш ноготок. Дальше промазываем основой корректора весь натуральный ноготь. Достаточно плотно, для того, чтобы было чем пропитать. Заранее вырезанный. Вот видно кусочек фибраина. Я сейчас делаю акцент именно на формировании арки. В данном типе удлинения натуральной ногтевой пластины. Здесь мы не делаем большую длину. Длина будет минимальная. Мы можем закрыть трещины. Можем сформировать красивые боковые линии на ногте. Если раньше предлагалась технология без поджатия арки, то сейчас мы поджатие выполним. Я полностью пропитываю весь наш фибраин. Вот таким вот образом. И далее сдвигаю его на необходимую длину. Напоминаю, что большую длину мы не делаем. Это у меня получилось немножечко великоватый кусочек. Вот таким вот образом ноготь выглядит до того момента, когда мы сформируем арку. Рекомендуемая длина где-то миллиметров 5, больше не нужно, поскольку ноготь может быть ломким в этом случае. Вот видите, у нас ноготочек такой удочкой, лопаткой расходится. Нам с вами нужно это исправить. Я сейчас покажу движение, которым я буду арку фиксировать, и соответственно уже потом зафиксирую. Мне понадобится вот такой пинцет и вот таким вот движением, так же как моделирование, я сейчас зафиксирую арку. Но сделаю я это под лампой. Это очень важный момент. Арку необходимо фиксировать с первых секунд полимеризации, но ни в коем случае не задерживайтесь долго на одном месте, поскольку, естественно, пинцет у вас так же может сцепиться с основой коллектором. Следите за параллельностью боковых сторон. Естественно, натуральный ноготь мы здесь не зажимаем, поскольку это бесполезно. Основой коллектор это мягкий, гибкий материал. Время полимеризации составляет 2 минуты, если вы работаете в ультрафиолетовой лампе, а в LED лампе, в данной лампе достаточно 1 минуты. Сейчас мы посмотрим на ноготь после формирования арки. Напоминаю, что я использовала вот такой вот маленький, очень легкий пинцет. Обратите внимание, очень хорошо видно, что у нас сформировалась арка. Вот, прекрасно, все прекрасно видно. После того, как арку мы на ногте сформировали, мы должны ноготь домоделировать. Мы это делаем так же основой коллектора. в один или два слоя, как получится. Основой коллектор имеет молочно-розовый цвет. При таком плотном слое выкладки, придает ноготочку довольно светлый оттенок. Мы его чуть позже скорректируем, выложили. Я переворачиваю руку клиента и выравниваю скульптуру ногтя. Не забываем, что это фактически мини-моделирование, поэтому мы обязательно придаем нашему ногтю необходимую форму. Полимеризуем 1-2 минуты и продолжаем дальше. Если у вас получилось выложить конструкцию в один слой, замечательно, мы приступим к опилу. Если же нет, сейчас мы посмотрим, то, возможно, кое-где необходимо будет добавить немного материала. Смотрим. Чуть-чуть хотелось бы добавить. Верхний край нашего фибраина, нашей ткани, которую мы используем, не должен лежать слишком высоко, для того, чтобы вам было проще моделировать. Я здесь беру немножечко больше материала, чем нужно, поскольку все-таки я работаю на муляже. Формируем арку. Следим за тем, чтобы не было натеков на боковые стороны, но также, если где-то материала не хватает, у меня на боках его чуть-чуть не хватает, мы его туда аккуратненько добавляем. Пальмиризуем. Осталось нам опилить, затонировать получившийся ноготь с красивыми боковыми линиями. Для того, чтобы придать ноготью красивую арку, вам обязательно понадобится открытая лампа. Это может быть либо 9-ваттная лампа ультрафиолетовая, поскольку основа корректора полимеризуется и в ультрафиолетовом, и в LED-цвете. Либо та лампа, которой я сейчас работаю. На самом деле, совершенно замечательная лампа. Она прекрасно работает в технологии гель-лака, а в технологии армирования, что я сейчас вам демонстрирую. Очень легкая, фактически она неразборная, поэтому с ней очень сложно что-то сделать, а как-то ее повредить. И, конечно же, она идеально подходит для тех мастеров, которые работают на выезде, чтобы не таскать за собой большое количество тяжелую лампу. Сейчас я размещу нашу руку, чтобы все было видно хорошо. Снимаем дисперсионный слой и опиливаем конструкцию нашего ногтя. пилиться основу корректора очень легко. Мы убираем лишнюю длину. Практически форма ногтя у нас готова. Боковые линии, благодаря тому, что мы наготов сформировали, можно сказать, поджали, он получается с красивыми боковыми линиями, очень четкий, похожий на моделирование. Действительно красивая. Раньше мы не могли контролировать положение ткани, положение фиброина на ногте. Но сейчас, благодаря открытой лампе, и в частности, кстати, благодаря тому, что мы работаем в LED-лампе, практически минимален опил, поскольку в LED-излучении основа корректора полимеризуется очень быстро. У чувствительных клиентов, кстати, это может привести к более ощутимому сжению на ногтевой пластине. Этого не стоит пугаться, совершенно нормальный процесс. Естественно, любой материал во время полимеризации нагревается. Мы знаем, что и вель нагревается, и акрил нагревается. И также мягкие системы, к коим относится основа корректор, естественно, также имеют такое свойство. Опиливать вы можете пилочкой 180 или 150. Грит. Естественно, опил у нас в идеале должен быть минимальным. У меня опил закончен. Мы убираем пыль. Вот такой ноготок у нас получился. Продемонстрируем арочку нашу. И теперь, поскольку мы видим, что достаточно светлый у нас тон нашего ногтя, мне бы хотелось его перекрыть. Пройдусь бафом для того, чтобы у меня лучше лег гель-лак. Затонировать наш ноготь прекрасно получится гель-лаком номер 103. Это, конечно же, один из вариантов, поскольку палитра гель-лаков достаточно широка, чтобы найти тот оттенок, который вам необходим. Я очень люблю 103-й оттенок, поскольку он достаточно светлый, полупрозрачный, дает перламутровый эффект. С ним важно не переборщить, его должно быть совсем немного, для того, чтобы ноготь вашего клиента не стал сильно розовым. Мы затонировали ноготь, он у нас приобрел очень приятный тон. Полимеризуем. Время полимеризации бель-лака составляет 1 минуту как в LED-лампах, так и в 9-ти ваттной, простите, в 36-ти ваттной лампе ультрафиолетовой. Вот такая обновленная технология. И, конечно же, для того, чтобы закончить полностью наш ноготь, мы прорисуем френч. Для того, чтобы нарисовать френч, я возьму, думаю, что уже знакомый вам препарат под названием биофренч. Это белая гель-краска, которая очень тонко ложится. По консистенции он напоминает классическую гель-краску из твердой системы для прорисовки френча. Берем небольшую каплю, для прорисовки я возьму кисть-собачку номер 2. Очень люблю ее прорисовывать френчи. Вот наш готовый ноготок. Прорисовываем френч. Основа корректор в плотном нанесении обладает камуфлирующим эффектом, поэтому френч вы можете прорисовать чуть ниже. Такая система восстановления длины натурального ногтя. Напоминаю, небольшой длины обязательно. Рекомендуется к использованию, когда, например, у нас клиентка постоянно делает покрытие гель-лаком и вдруг в один прекрасный день она приходит к вам на очередное покрытие с одним сломанным ноготком. И, естественно, хочется клиентке в этой ситуации помочь. Для этого мы можем воспользоваться данной системой, не доставая моделирующий материала. Ноготочек будет гибкий, достаточно тонкий. Био френч также наносится очень тонко. Если вы рисуете френч на большую длину и вам сложно распределить его с первого слоя, можете сделать это в два слоя. Био френч имеет минимальный дисперсионный слой, который не размазывается в тот момент, когда вы прикрываете наш заполимеризованный френч топ гелем. Мы будем для этого использовать био френч. Это специальный топ из системы роял френч, опять же, который идеально подходит. Френч у нас завершен. Полимеризуем. полимеризация происходит в течение одной минуты. Био френч нельзя наносить плотным слоем, наносим его очень тонко, вспоминаем, как мы работаем с краской, с классическим гель-краской, с гель-красками, формулу профи без дисперсионного слоя. Точно такая же техника нанесения работает тонко. гель-краски проще, конечно, нанести в один слой. Здесь, напоминаю, если у вас длинный ноготь, то вы можете нанести в два слоя. Но, как правило, для большинства ситуации достаточно одного слоя. Осталось мне прикрыть биотопом. Напоминаю, что это специальный топ, он по гибкости готового покрытия. Видите, вот он густой. Максимально он напоминает основу корректора. Еще один хотелось бы в момент сразу проговорить с подоговорить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...